На одной чаше весов вкусное мороженое, сладкие прохладительные напитки, различные десерты и выпечка. А на другой – свежие фрукты, ягоды и овощи. Летом выбор действительно велик. Удержаться трудно, а вред от этих вольностей и фигуре, и здоровью. По крайней мере, так принято считать. Чтобы держать себя в форме, важно следить за питанием и дневной калорийностью, но без фанатизма, уверена Алина. Тогда можно даже съесть любимое мороженое. И, конечно, без спорта и различных активностей никуда. На самом деле, для поддержки формы нужно заниматься три раза в неделю. Но, допустим, летом, если нет возможности, то можно два раза в неделю уделить себе по часу. Это вполне реально. Нагрузка должна быть, может быть, не только в тренажерном зале. Летом, на самом деле, можно все виды активности. Занятия на свежем воздухе на специально оборудованных воркаут-площадках. Йога, волейбол, футбол, танцы. Выбора, особенно летом, много. Фитнес-тренер советует придерживаться принципа 80 к 20 – питание и спорт. Сейчас очень большой миф по поводу групповых занятий, именно кардиогрупповых. Многие думают, что, хотя только на групповые занятия, не подключая, например, питание, они похудеют. Но этого не случается. Люди ходят довольно-таки долго на групповые – это три года, пять лет, и не видят результатов вообще никаких. Тренироваться можно и дома. Поэтому тем, кто хочет держать себя в форме, Алина советует не забывать про важность спорта. Например, регулярно делать выпады. Расскажи, пожалуйста, как правильно делать это упражнение и почему. И почему мы распространенные ошибки допускаем? Мы делаем разноножку. Угол у нас в колене 90 градусов. Колено вниз. Вот так. Хорошо. Продолжаем. Это упражнение у нас для прокачки мышц ног и для прокачки ягодичных мышц. Часто ошибки – это подъем носочка и также подъем стопы. Сейчас все хорошо. Интервальное голодание, различные кето-диеты и многое другое. Современный мир предлагает людям множество вариантов, как похудеть. Вот только забывает рассказать, что это чревато опасными для здоровья последствиями. Эндокринолог Олеся Шумилова уверена про жесткие ограничения в еде нужно забыть. Для тех, кто хочет сбросить лишний вес, есть только одна проверенная диета. Есть единственная диета средиземноморская, когда у нас есть такая пирамида. То есть внизу находятся там овощи, белковые продукты. Выше там идут наши медленные углеводы, гречка. Ну, опять же, то, что я говорила. И так вот по пирамиде идут овощи, и на верхушке идут вот эти наши быстрые углеводы. То есть их должно быть прям по минимуму. После диет слетает вся эндокринная система. Из-за этого зачастую люди вновь набирают сброшенный вес обратно и даже прибавляют несколько килограммов. У молодых девушек после нарушается менструальный цикл и даже появляется риск бесплодия. Врач уверен, что питание должно быть сбалансированным. Помочь в этом может метод тарелки. У женщин на 22 сантиметра, у мужчин на 24. Делите напополам. Одну половину вы заполняете овощами. Любыми овощами, в любом виде. Вареные, тушеные, пареные, свежие. И другую половину вы тоже делите напополам. То есть там на одной четвертинке у нас мясо, рыба, на другой наши медленные углеводы. Ну и конечно перекусы. Фрукты по 2-3 порции в день, орехи, молочные продукты. Они особенно важны для женщин в период постменопаузы, поскольку растет риск развития остеопороза. А наши жители ведут активный образ жизни и даже летом следят за здоровьем и внешним видом. На самом деле я регулярно посещаю тренировки, то есть фитнесом занимаюсь и практически всегда слежу за питанием. Максимальное потребление углеводов утром, максимальное потребление белка вечером и разгрузочные дни один-два раза в неделю. Спорт и разумное питание, и никакого вреда фигуре и здоровью не будет. Тогда даже любимая запрещенка может стать разрешена.